Всем здравствуйте! Сегодня у нас платье черного цвета, которое можно назвать маленькое черное платье. Расход ткани на это платье составил у меня метр шестьдесят. Платье еще полностью не готово, частично шито. Сейчас у меня идет примерка и я определяюсь, какие внести корректировки. По этому платью давайте немножечко рассмотрим. Здесь очень красивые, такие изящные рельефы, которые идут от линии проймы к линии талии. Вот здесь они очень такие фигурные и переходят к линии низа. Точно такие же изящные рельефы и по спиночке. Для лучшей посадки, кто хочет более приталить, вот сегодня мы будем моделировать и кроить, можно сделать более такую вот плотную посадку. Но я люблю, когда у меня здесь все-таки присутствует свобода. Можно это платье носить под поясок, можно носить вот так вот. Что еще? Какие здесь интересные моменты? Значит, перекликается у нас рукав с галочкой, горловина с галочкой. Вырез очень такой необычный, потому что он идет, смотрите, вот такой квадратный. Вот здесь вот вносится немножко корректировочка. Мы прорисовали уже линию, стоя вот так вот возле зеркала, для того, чтобы более ее так, сделать более прямой. Она немножко уходит в сторону. И галочка, идущая вот здесь по горловине. При желании вырез, конечно, вы можете менять, делать по-своему. Так я еще сделала разрезик по середине переда. Сейчас мы с вами посмотрим на технический рисунок. Итак, смотрите, вот идущие рельефы. Мы их сделаем от середины переда всего на 5 сантиметров. И дальше сделаем плавный, красивый переход к линии бедра. И затем опустимся вниз. Разрез можно делать, можно не делать. Можно его делать по спинке, потому что по спинке повторяется тоже шов по середине. И такие же рельефы. При желании, то что я вам говорила, можно дополнить выточки. У кого есть такая необходимость. И вот здесь такой вот будет у нас квадратный, практически квадратный вырез горловины. Он смотрится очень так эффектно. Можно дополнить, декорировать пуговицами. Можно поясок какой-то красивый сюда. К такому плачу, к таким вот рельефам нужно подобрать правильно ткань, чтобы она была мягкая, немножечко стрейчевая. И я использую здесь костюмку Сенатор. Она у нас из интернет-магазина Атлас. Ссылочку вам оставим в описании. Очень такая она приятная. Эта костюмка мягкая, но при том она плотненькая. Она и форму держит, но она не становится, как я называю, колом. Она такая вот мягкая, мягкая, плавная, хорошая. Прочная. В составе есть натуральная вискоза. Из этой ткани мы можем шить и платье, и костюмы, и брюки, и юбки. Потому что и стрейч такой придаст нам комфортности и удобства. И сама ткань по мягкости очень приятная. Этот магазин быстро формирует посылочку с тканями, если мы заказываем. Очень красиво ее упаковывает. И при заказе от 500 гривен бесплатная доставка по Украине. Работая с этой тканью, я поняла, что я хочу еще такую ткань. С ней поработать зашла на сайт в магазине, и там 5 разных оттенков. Поэтому вы тоже можете для себя выбрать, который вам понравится. А теперь можем приступать к моделированию и раскрою. Для моделирования будем использовать выкройку основы. У кого ее нет, ссылочку вам оставим в описании. Сам рукавчик переснимаем нужной длины. И по этому рукавчику я уже работала неоднократно. Длина, которая здесь есть, меня вполне устраивает. Здесь 50 см. Вот смотрите, 45-50 см. И потом я его, когда раскрою, немножечко уже посмотрю на примерке, скорректирую. Но скорее всего, вот так вот я его немножко-немножко заужу по линии низа. А так он останется неизменным. Поэтому рукав пока откладываю в сторону. Полочку также пока откладываем в сторону. Немножечко сдвигаем. Начнем работать со спинкой. По спиночке выточка, которая у нас имеется, мы ее делать не будем. Как бы ее нет, мы на нее вообще не обращаем внимания. Поэтому раствор выточки нам нужно будет снять по длине плеча. Но саму посадку, вот здесь вот по пройме, смотрите, вот так вот, когда мы берем, то вот эта часть натягивается. Раствор выточки снимем с плечевой линии. У кого нет возможности выточку убирать, я имею ввиду, фигура не позволяет, потому что посадка плохая, то в этом случае вы можете выточку потом перенести в линию горловины. И я сейчас вот раствор выточки полностью снимаю. Но не убираю ширины спинки. Смотрите, вот здесь вот у меня ширина спинки остается на своем месте. Надо было мне, когда я вырезала выкройку основу, не вырезать выточку. И все. Ну, я по привычке, естественно, ее убрала. Поэтому сейчас проклеиваю то, что срезала, и плечевую линию вот здесь вот выравниваю. Далее будем расширять линию горловины. И расширю я ее сантиметра вот так вот на 4. Горловина здесь тоже будет такая очень интересная. Поэтому смотрите, что я делаю. Я прикладываю под прямым углом вот так вот линеечку и провожу прямую линию. Прямо вот так вот идет прямая линия вот до вот этой точки. И здесь тоже вот так вот соединяю. Вот такой вот у нас будет квадратный вырез по линии горловины по спиночке. И подобный, похожий, будет по переду. Поэтому по переду я сейчас только обозначаю до выточки у меня получается тоже. Видите, где выточка начинается, вот как раз эта точка. Я вам ее показала, потом будем дальше с этой выкройкой работать. По середине спиночки будет эти шов. Вот здесь вот еще раз проверю. Но мне хочется прям вот так вот немножко непрямой угол 2 мм снять. Но это всегда можно будет сделать и в процессе примерки. Теперь от линии середины спиночки по талии, а у меня здесь не прямая линия, вот так вот будет шов и прогиб, я откладываю 5 см. И сейчас к этим 5 см буду рисовать рельеф. Значит, рельеф у меня будет уходить в линию проймы. Ну вот если я его так прорисую, он будет очень уж такой, чуть-чуть выше я его возьму. Вот, прорисовала. Отступила от линии плеча. Вы часто спрашиваете, сколько? 7 см. Теперь прорисовываю. Дальше вот у нас идет, смотрите, выточка, да, где заканчивается. То есть приблизительно вот, если мы возьмем, опустимся вот так вот вниз к этой точке по линии бедра. Далее прорисовываю такую вот линию. И вот эту линию, естественно, нам нужно сделать ее такой плавной. Мы не можем ее вот такой вот оставить. Поэтому вот здесь сейчас я сделаю такой плавный, плавный переход. Так, вот отсюда. Вот. Так, сейчас хочу выбрать вот этот угол. Ну, тогда, наверное, я сделаю вот так вот. Вот такой вот. Вот он, чтобы был слегка-слегка вот такой вот вогнутый и переходящий. То есть вот. Вот я его прорисовала. Вот эту вот часть. Ну, чтобы она не была такой точкой. Раз. И ушла в сторону. Теперь далее опускаем, делаем прямую линию. Измеряем, сколько у нас получается. Здесь 12,5. 12,5 откладываем по линии низа. И эти точки соединяем в линии. Рельеф у нас готов. Остается нам с вами поработать с выточкой. Значит, смотрите. Вот эта часть, мы ее уже проработали. Вот здесь мы ничего снимать уже в этом вот рельефе не будем. Теперь нам выточку нужно расположить вот здесь. Я беру и вот так вот 3 сантиметра отмечаю и дальше вывожу вот сюда. Как это сделать? Как правильно расположить? Мы можем взять с вами, вот допустим, разделить вот так вот на части, да? Ну, например, каждые там 4 сантиметра или 5. И я беру, вот измеряю. Допустим, да? 2,5. 2,5. Вот. То есть сколько, как правильно прорисовать? 2. Потом берем, допустим, 1 сантиметр и на этом уровне вот так вот прорисовываем. И мы получаем с вами вот выточка, которая перенеслась. Здесь повторяем все то же самое. Здесь выточка будет вот так вот как бы изгибаться. Смотрите, вот 2,5. Значит, вот я откладываю раз, два, с половиной, да? Ну, вот можно отсчет делать от линии. Потом 2 сантиметра я откладываю 2 сантиметра. 1 сантиметр, 1 сантиметр. И вот мы вот так вот получаем, что мы перенесли выточку. Вот выточка, которая у нас была. Вот она у нас где. мы ее прорисовали уже здесь. Все, теперь берем, вырезаем. Вот такой же прогиб мы с вами будем повторять. Сейчас я попробую сделать его более таким вот здесь вот утонченным и красивым. ну, вот здесь чуть-чуть, видите, как я сместилась, так как и прорисовывала. боковая часть спинки. Передняя часть тоже будет такая у нас с вами интересная. И вот здесь вот у нас пошла эта линия. Вот я ее беру и вырезаю выточку. Вот все сшиваем и мы с вами получаем вот такой вот интересный получится у нас с вами рельеф. Все, теперь работаем с полочкой. Для удобства совмещения, вот давайте еще поставим, прежде чем начнем с полочкой работать. Вот так вот, контрольные точки. Эти точки мы с вами должны будем нанести на ткань и в процессе, когда мы будем все сметывать, вот так вот, мы будем с этими точками работать. Эта точка понятная вот у нас есть. Ну, вот еще давайте одну вот так вот я прорисую. Все, а дальше от линии бедра пойдем уже по прямой. Моделируем полочку, если вы будете вырезать выкройку, то тоже вот здесь вот по линии горловины можете пока все не вырезать. Потом мы с вами с горловиной еще поработаем. Ну, сначала давайте сделаем выточку и рельеф, а потом уже выточку, когда мы закроем на грудную, тогда уже поработаем с горловиной. Тоже 5 сантиметров от середины переда по линии талии. Вот так вот. 5 сантиметров. И прорисовываем рельеф. Для рельефа мы можем взять с вами и по нижней части. Вот сейчас я возьму. Вот, смотрите, у меня есть спинка. Мы можем ее просто взять вот прорисовать. То есть вот так вот мы можем с вами пойти. но здесь немножко другой у нас угол будет. Там у нас было 12,5. Здесь получается 11 сантиметров, потому что выточка у меня расположена по центру груди. Так вот, здесь мы уже линию получили с вами. Выточку точно также будем прорисовывать. А рельеф нам нужно прорисовать через вершинку выточки. Так вот, так. Сейчас я посмотрю, как лучше взять мне эту линию. Ну, вот так вот я ее сейчас прорисовываю. Вот здесь, видите, вот какая получается красивая. А по выточке практически рельеф проходит частично. Ну, опять-таки, вот здесь тоже я сделаю более вот такую спрямленную линию, потому что она должна у нас переходить. Выточку переносим. Так, переносим 3 сантиметра. Так, меряем вот здесь 2,5, 1,2 сантиметра. Вот она. И получаем линию. прорисовываем. Прорисовываем дальше 2 сантиметра, 1,5 сантиметра, сантиметр. и тоже вот до этой точки сходим. То есть теперь вот выточка. Этой выточки нет. При желании для хорошей посадки, в зависимости от того, какая у вас разница между грудью, талией, да, бедра, насколько у вас выражено, вполне будет возможно добавить еще одну выточку, если вы хотите, чтобы была такая посадка более-более. Ну вот я сделаю вот эту выточку, ну буквально вот здесь у меня сантиметра, ну полтора. Видите? Вот такая. Это я вам показываю просто если нужно делать. Выточка обязательно должна быть расположена где-то на половине, да, вот это вот расстояние, ну даже чуть-чуть не надо было ее сюда ближе нарисовать, нарисовала дальше к боковому шву, чтобы меньше она просматривалась. Делать буду я ее или не буду, не знаю, посмотрю в процессе работы, будет видно. Теперь выточку на грудную закрываю для удобства, да, чтобы мне было удобно ее закрыть, вырезать рельеф, пока вот так вот разрезаю до вершинки. Вот только для вот этих вот целей, чтобы мне красиво сейчас все соединить без перекосов. Фиксирую. видите, получается так зафиксировала, что вот здесь вот пару миллиметров надо будет до 5 миллиметров снять, потому что расширилась выточка, все, и вот теперь для того, чтобы она красиво вырезана была, чтобы она держалась, я ее и заклеила. на исходную позицию возвращаю, только для удобства работы я это делала, не более того. по середине переда также будет идти шов, поэтому я подписываю вот здесь вот, ставлю буковку П, это вперед, и пишу шов. Не забываем, что тогда нужно делать припуски, получаем такую изогнутую линию, красивый рельеф, кто любит, кто хочет, можно платье это заузить к линии низа, и заузить, допустим, его и в этой части в рельефе взять по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, взять, допустим, по 5 миллиметров в рельефе, чуть-чуть по боковой линии, и будет уже платье заужено так равномерно. Все, вот такие детали кроя мы получили. Теперь работаем с вами так, с линиями совмещения. Давайте их тоже с вами прорисуем. Упал у меня фломастер. Значит, смотрите, вот так вот я совмещаю. Вот линия талии, значит, вот линия бедра, линия талии. Теперь вот этот отрезок, который у меня есть, я делю вот так вот пополам. Обязательно, обязательно центр груди. Вот здесь, смотрите, у нас же будет припуск идти с вами, поэтому припуск на шов даст нам возможность все припосадить. И по рельефу. все эти точки совмещаем и получаем хороший результат. Линия горловины. Работаем с ней. здесь тоже напишу поперед, чтобы я знала, что боковая линия переда, но здесь и так понятно, потому что вот мы разрезали выточку. линия горловины. Поработаем сейчас с ней. То, что я вам говорила, не надо было мне тоже спешить вырезать, поэтому пока делаю вот так вот. Саму линию горловины как по спинке, так и по переду мы с вами делаем вот под прямым углом отступив 4 сантиметра. Вот эта точечка, мы уже с вами ее смиряли. Но вырез горловины я сделаю немножко вот повыше. Значит, я его приподниму сейчас, а потом на примерке, если мне надо будет, я откорректирую. Вот так вот на 3 сантиметра, прямо на 3 сантиметра. Сейчас вы поймете, что я делаю. Провожу прямую линию под прямым углом вверх. Вот мне надо будет, чтобы она была вот такой. И теперь сантиметра 2 с половиной отступаем от точечки середины переда и опускаюсь вниз сантиметров на 6-7. И делаю вот такую вот галочку. Теперь понимаете вы, почему я вот доклеила? Мне вот не хватало вот этого вот маленького кусочка. Так, вырезаю. Возможно, на примерке, когда я сделаю примерку, но опять-таки это я увижу на примерке, возможно, мне захочется вот эту вот линию, или придется, или захочется, опустить чуть-чуть ниже. Ну, опустить ниже я уже смогу, а вот поднять выше я уже не смогу. Поэтому лучше сделаем вот так вот. Все, теперь можем приступать к раскрою. Раскладываем выкройки, делаем припуски. И, конечно же, в зависимости от того, какой размер, будет зависеть расход ткани. Значит, в моем случае это будет одна длина изделия плюс длина рукава. При желании вы будете смотреть, как у вас будет получаться, как можно будет разложить более-более, допустим, если вы захотите как-то сэкономить ткань. Возможно, вот эти части, если у вас выкладываются, если у вас есть возможность и позволяет, допустим, сделать вот так вот. Можно. Может, и вторая часть у вас пойдет сюда. Я не знаю. У меня не выкладывается, как видите. Поэтому я буду выкладывать вот так вот. Обвожу сейчас все мелом. Не забываю про контрольные метки, потому что это очень важно. Намечаю линию талии полностью по всем выкройкам, не только. Там, где проходит выточка, вырезаю рукав. Это все буду делать я за кадром. Не хочу забирать ваше время. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Желаю всем удачи. Всем пока.